О самых заметных событиях в стране и в мире расскажем в ближайшие несколько минут. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Развитие отечественной и мировой радиоиндустрии обсуждают сегодня на конференции «Радио Азия». Она является частью международного форума «Медиа Диалог Азии». Марк Брюшко уже готов рассказать об основных темах диалога. Он с нами на прямой связи с площадки конференции. Доброе утро, Марк. Что известно уже к этому часу? Доброе утро, Вера. Эта конференция – огромная площадка по обсуждению того, как будет развиваться отечественная и международная радиоиндустрия в ближайшие годы. Здесь уже подвели некоторые итоги того, как это происходило. Современное радиовещание развивается огромными темпами, идет, так сказать, в будущее с ними шагами. И для этого, конечно, необходимо внедрение различных инноваций. И сегодня, в частности, уже поднимали вопрос о том, что современным радиостанциям не нужно конкурировать с соцсетями, а нужно взаимодействовать с ними. Потому что соцсети как раз таки являются тем самым показателем, на который нужно равняться. Там можно узнать, что пользуется у молодежной аудитории, да и, в принципе, у более широких кругов населения популярностью. И делать радиозамеры популярных тем. И не секрет, что многие радиостанции сейчас в мире, да практически все используют социальные сети для вещания в интернете. И это непосредственно поможет поднять рейтинги радиовещания. Это еще одна тема, которую сегодня уже обсуждали. Рейтинги поднимать необходимо для того, чтобы радио в дальнейшем развивалось и было очень востребованным. Сегодня на конференции, к слову, участвуют представители более 40 стран, таких как страны Европы, здесь есть представители из Японии и даже из Австралии. Вера, здесь уже обсудили несколько вопросов. И вот о некоторых из них мы расскажем чуть позже в эфире. Марк, взаимодействие традиционных СМИ, соцсетями и различными блок-платформами обсуждают уже давно. Но как это делать? Возможно, нужно использовать какие-то новые технологии. Говорят ли сегодня об этом? Да, ты совершенно права. Сегодня об этом говорили. Как говорили, к примеру, одна из японских крупнейших компаний в сфере радиовещания представит сегодня здесь свой проект. Дело в том, что в Японии уже достаточно долгое время, как мы поняли, используют искусственный интеллект для поиска наиболее значимой информации. Эта программа, основанная на искусственном интеллекте, отбирает у ведущих информационных порталов мира главные новости и перерабатывает их в абсолютно новые новости без искажения смысла. И такую технологию используют также как на радио, так и на телевидении, в газетах. Я думаю, эту технологию будет полезно перенять и Казахстану. Также Казахстан может многое передать этому миру в том плане, что в Казахстане очень хорошо развит мультикультурализм. И в Казахстане на казахстанских радиостанциях очень много интересных проектов, которых, допустим, нет в странах Юго-Восточной Азии. В основном у нас развит, как всем известно, развлекательный контент. И мы думаем, что получится передать этот опыт другим странам. Вера, к этой минуте у меня все. Мы будем следить за тем, как проходит сегодняшняя конференция. Спасибо, Марк. Держи нас в курсе. Марк Брюшко рассказал о развитии отечественной мировой радиоиндустрии. Сегодня об этом говорят на конференции «Радио Азия». А мы продолжаем выпуск с другими темами. Четвертый класс пожарной опасности объявлен в 11 лесных хозяйствах Кустанайской области. Большой риск стихийных возгораний возможен из-за установившейся в регионе жаркой и сухой погоды. По сравнению с 2017 годом, в этом сезоне количество лесных пожаров увеличилось в 2,5 раза. С начала года в регионе уже зарегистрировано более 30 случаев возгорания. Основная причина – неосторожное обращение с огнем. Самый крупный пожар произошел в Михайловском лесничестве. От огня там пострадали зеленые наслаждения на площади в 900 гектаров. В связи с повышенным классом пожарной опасности в регионе принимают профилактические меры. В первую очередь это запрет посещения лесных массивов, выставления дополнительных постов. В области имеется такая практика – лесные учреждения в пожароопасный период выставляют, имеется пожарную технику прямо у кромки леса. Почему? Потому что случай, не дай бог, произойдет, если пожар своевременно, быстро, принятыми мерами ликвидирует пожар. В Восточном Казахстане участились пожары в местах массового летнего отдыха. За последние две недели на курортах Бухтарминского водохранилища произошла сразу серия возгораний площадью от 10 до 100 квадратных метров. Каждое. Для безопасности отдыхающих в акватории водоема в Рейд вышли пожарные корабли. За маневрами на воде наблюдал Вячеслав Витлугин. По легенде учений, в акватории Бухтарминского водохранилища горит прогулочный теплоход. На его борту люди, а ближайшая пожарная часть находится в 20 километрах от объекта. И поэтому на помощь пострадавшим устремляется специальное пожарное судно с водными пушками на борту. Рядом с базой кармы сгорание теплохода. Теплоход горячий, движется к берегу. Необходимо пройти туда. Вас понял. Следуем к месту пожара. С тревожных позывных в летний рейд заступают пожарные корабли-спасатели. До места условного возгорания спецсудну и быстроходным катерам подкрепления необходимо добраться за 10 минут. Эвакуироваться пострадавшим некуда. В заданное время погорельцев вызволяют и берут на борт. Дальше задачи только усложняются. Пламенем охвачен сосновый бор рядом с базами отдыха. На машинах к нему не проехать. Ситуация взята из реальной географии местности. Домики находятся очень рядом друг на друге. И машины не могут проехать из-за недостаточной широты дорог. Отрабатывают здесь и навигацию в экстремальных условиях. Пока помощники разворачивают пожарные рукава и запускают водные пушки, капитаны крупногабаритных пожарных судов маневрируют в узком заливе. Такие тренировки стали для них необходимостью. Новый курортный сезон для огнеборцев выдался особенно жарким. Горели отдельно стоящие дома, но площадь составляла от 10 до 100 квадратных метров. Пока пожары ликвидировались именно пожарной техникой, то есть пожарными автомобилями. Но данное судно находится в круглосуточном режиме работы. В любой момент оно может отойти от берега и прибыть к месту пожара, где происходит. В подобном режиме пожарный корабль будет курсировать до конца сентября, пока санатории и курорты Бухтар-Минского водохранилища не покинут отдыхающие. Вячеслав Фетлугин, Дмитрий Пыхтин и Роман Родионов. Восточно-Казахстанская область. Хабар-24. А на юге страны с наступлением жары активизировались каракурты. За полтора месяца в Туркестанской области опасные насекомые покусали 25 человек, в том числе четверых детей. Из них 10 все еще проходят лечение в областном центре. По словам медиков, из-за сильной жары пауки стали агрессивнее, а их яд токсичнее. Поэтому все больше людей поступают с тяжелой формой отравления. Специалисты призывают жителей юга быть внимательнее и соблюдать меры предосторожности. Очень часто люди подвергаются нападению каракурта в собственных домах и прилегающих к ним в земельных участках. К нам в реанимацию поступила 6-летняя девочка, которой укусил каракурт. Она получает необходимое лечение. Укус каракурта нельзя ни с чем спутать. Очень сильные боли в поясничной области и в суставах. Обычными обезболивающими, цитрамоном и анальгином, эти боли никак нельзя снять. Купировать невозможно. Вот поэтому надо вызывать скорую. Или самим быстро доехать до медучреждения, потом там окажут помощь. Число погибших в результате аномальной жары в Канаде превысило 70 человек. При этом половина смерти извексирована в городе Монреаль. Там воздух прогрелся до 34 градусов. Большинство жертв – одинокие пожилые люди с хроническими заболеваниями. Это побудило Департамент общественного здравоохранения проводить рейды по домам людей пенсионного возраста. Горожан также попросили навестить близких и соседей, которые живут одни. Власти города принимают срочные меры. В частности, увеличен период работы бассейнов. Также организованы прохладительные центры, где есть помещения с кондиционерами и холодными напитками. Отмечу, в последний раз жара надолго накрывала Монреаль летом 2010 года. Тогда жертвами зной остали 106 человек. Мощнейшие за четыре десятилетия наводнения и оползни в Японии привели к гибели не менее 179 человек. Еще 60 в списке пострадавших. Сильнее всего подверглись ударам стихии префектуры Хиросима и Акаяма на западе страны. Многие кварталы на окраинах городов оказались под слоем жидкой грязи. Их затопили селевые потоки, которые образовались в результате проливных дождей, прошедших на минувшей неделе. Особенно сильно пострадали постройки, возведенные несколько десятилетий назад на крутых склонах холмов, а также объекты инфраструктуры, дороги и мосты. Спасатели прочесывают затопленные районы в поисках выживших. По подсчетам властей, без воды и электричества остается более 200 тысяч жителей. Положение усугубляется усилением жары. Температура воздуха повысилась до 33 градусов. Прогноз на ближайшие дни не исключает повторение дождей, но более вероятно считается сухая погода. В Грузии на местных рынках нашли опасные продукты питания. В ходе специальных рейдов специалисты выяснили, что около 90% сельскохозяйственной продукции заражены бактериями, опасными для жизни человека. Репортаж нашего собственного корреспондента Татья и Дженни Бегашвили. Свежие, сочные, собранные со всех уголков страны овощи и фрукты. Пройти мимо просто невозможно. Да и в жаркую погоду что может быть вкуснее свежего салата и сезонных фруктов. А для любителей здорового образа жизни это еще и неотъемлемая часть рациона. Как оказалось, эти низкокалорийные продукты хоть и не дают поправиться, но вред здоровью наносят непоправимый. Это один из лучших аграрных рынков Тбилиси. Работа начинается здесь с раннего утра. Лавки переполнены овощами и фруктами, выращенными по большей части на грузинской земле. И от жалаганя тщательно осматривает каждый продукт на наличие повреждений. Затем в ход идет нитрат-тестер. Только после такой тщательной проверки продавцам разрешают реализовать свою продукцию на рынке. Наш рынок один из успешных аграрных рынков Тбилиси. Наша продукция собрана со всех уголков страны. Но прежде чем попасть на прилавок, продукция проходит органолептическую оценку. Это определение качества продукта с помощью органов чувств. Зрение, обоняние, слуха, осязание и вкуса. Обязательно проверяем на содержание нитратов. По словам экологов, такой проверки недостаточно. Для того, чтобы выявить присутствие микробов и уровень пестицидов в сельхозпродуктах, требуется более тщательное исследование. По данным Международной организации сельского хозяйства, в Грузии за 2014-2016 годы 99% крестьян во время использования пестицидов не одевают спецодежду. 25% опрыскивают посевы подручными средствами, веником или щеткой. А почти половина фермеров и вовсе не учитывают дозы, ссылаясь на то, что этикетки сложно прочесть. По словам экотоксиколога Хатунная Халая, крестьяне не знают, как правильно использовать обработанный навоз и просто бросают его на землю. В таком навозе много микробов, которые переходят в продукты. Когда навоз просто бросают или сжигают, выделяется метан, который наносит серьезный ущерб окружающей среде. И если микробиологические палочки можно убрать проточной водой и другими гигиеническими процедурами, то пестициды, которые остались в продукте, уже ничем не уберешь. Ни вода и даже никакая тепловая обработка не помогут. Пестициды применяются с большими нарушениями правил. И тем не менее, большинство тбилисов предпочитает местную продукцию. Говорят, что вредный продукт могут отличить на глаз. А все разговоры об опасности считают антирекламой народного производства. Здесь большой выбор фруктов и овощей, хорошее обслуживание. И я довольна. Предпочитаю грузинскую продукцию не с точки зрения патриотизма, а потому что продукция, выращенная на нашей земле, самая вкусная и здоровая. То, что выращено на пестицидах и других удобрениях, сразу видно. Например, когда покупаешь импортные продукты, они неделями могут не портиться, а наша продукция быстро портящаяся, потому что натуральная. Эксперты советуют соблюдать гигиенические нормы. Купив на рынке овощи и фрукты, перед использованием продержать их под проточной водой в течение 20 минут. Зелень держать в воде с содой. Это частично уничтожит микробы. Ну а тем, у кого есть собственные участки, повезло больше. Если они будут соблюдать все правила безопасного производства, то натуральные продукты на столах им обеспечены. В Актюбинской области не хватает несколько десятков врачей. По данным управления здравоохранения, в медицинских организациях вакантны места педиатров, анестезиологов, терапевтов и врачей общей практики. Это несмотря на то, что с начала года обеспеченность врачами выросла на 4%. В регионе применяются меры по привлечению высококвалифицированных специалистов. Решается вопрос о дополнительных мерах социальной поддержки в виде компенсационных выплат и обеспечения жильем. Кроме этого, усиливается сотрудничество с Западно-Казахстанским государственным медуниверситетом. Ведется работа совместно с Академией имени Марата Успанова. Каждый год ведем агитацию. Молодым специалистам, доехавших в село, выдается единовременное пособие в пределах 170 тысяч и 6 миллионов тенге на приобретение жилья. В том году у нас молодым специалистам в районах выдали 10 квартир, а в городе Ахтюбе 6 квартир. Уже в следующем году в Мангостовской области завершат строительство двух автодорог, которые свяжут регион с другими государствами. Сейчас по программе Нурлыжол полным ходом идет реконструкция трассы Бейнеу в направлении границы с Узбекистаном и одного из участков трассы до Туркменистана. Все эти дороги свяжут соседние государства с морскими портами Курыки и Актау, что упростит экспорт казахстанских товаров и увеличит объем транзитных перевозок. Ольга Золотых расскажет подробнее. Самым сложным и опасным участком на автодороге Актау-Житебай считалась падина Карагие. Бесконечные подъемы и спуски, огромные ямы и узкая дорога. Местами всего 6,5 метра шириной. На ней едва могли разъехаться две автомашины. Сейчас это новая ровная четырехполосная трасса шириной в 18 метров. Реконструкция участка республиканской дороги завершилась в конце прошлого года. После ремонта на отрезке Актау-Житебай на четверть сократилось количество ДТП. Я постоянно езжу по этой трассе. Раньше, что не день, так авария. Дорога была разбитая. Сейчас ЧП случаются очень редко. Надеюсь, когда закончат участок дороги до Жанаузена, ездить станет гораздо безопасней. Строительство четырехполосной дороги первой категории Актау-Житебай до Жанаузеня выполнено на четверть. Подрядчики планируют завершить работы в ноябре следующего года. Сейчас на объекте задействованы почти 800 человек и 500 единиц техники. Строительные материалы используем местные. Это битум, щебень, песок. В связи с этим затраты на их транспортировку минимальные. После реконструкции дороги повысится грузопоток до 8 тысяч машин в сутки. Естественно, это будет иметь положительный экономический эффект. Продолжить дорогу от Жанаузеня до границы с Туркменистаном тоже планируют в следующем году. Тогда же завершится реконструкция дороги Бенео границы с Узбекистаном. Это участок международного транзитно-транспортного коридора с выходом на Прикаспийский регион и страны Евросоюза. Протяженность трассы 85 километров. Стоимость проекта почти 20 миллиардов тенге. Ольга Золотых, Ренат Дусалиев, Магисталская область, Хабар, 24. В столице готовятся к первой игре футбольных клубов Астана и Сутьеска. Уже сегодня вечером команды начнут путь к групповому этапу Лиги чемпионов УЕФА. Вторая игра команд пройдет через неделю на родине Сутьески в Черногории в городе Никшичи. Как отмечают эксперты, соперник казахстанской команде достался серьезный, однако в этом матче Астана фаворит. О подготовке к старту Лиги чемпионов рассказал главный тренер команды. Как отметил наставник Астаны Роман Григорчук, в матче против Сутьески команде вряд ли поможет игрок сборной Азербайджана Ричард Алмейда, совсем недавно подписавший соглашение с казахстанским клубом. А вот защитник Антонио Рукавина из Сербии готов будет выйти на поле. Еще открыто трансферное окно. Работа идет. И что мы можем сказать уже точно? Что эти футболисты, которые к нам пришли, мы на них очень рассчитываем. И лишь вопрос их готовности. И я уже сказал, что Антонио готов играть. Алмейда, думаю, что в ближайшее время еще не готов. Когда он будет готов, мне трудно сказать. Как пойдет его, сколько это времени будет, сложно загадывать. Больше интересных новостей доступны на нашем сайте 24.kz. Обязательно заходите. К данному часу у меня пока все. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!